Всем привет, друзья! Сегодня в Южно-Кореи 5 мая отмечают День детей. Я покажу, как мы провели этот день. Сначала мы пойдем в центр семьи. Это центр семьи. Смотрите, как там красиво украсили. Здесь Виктор готовит тортик в цветочном горшке. В горшок положил корж, насыпал сладости в виде земли. Намазал кубличное варенье. Учитель говорит, ты можешь выбрать себе. Выбрал и положил сверху джели, печенье, шоколадные камушки. Такие мини-тортики готовить легко. Детям очень нравится. А по времени мало занимает. Посадил цветочек. Закрыл крышкой. Все, тортик готов. Здесь все съедобное, кроме самого цветка. Завернули в коробку. Участие детей в центре семьи было бесплатным. Там еще можно было сделать цветочную корзину, потанцевать. Детям давали вату и попкорн. Здесь надо было нарисовать рисунок семьи и написать свое имя. Виктор очень просил, и я ему в подарок купила эту книгу. Не поверите, это книга с монстрами. В детстве я таком не мечтала, это точно. Дети в наше время любят смотреть мультики про монстров. От этого и любовь к таким книгам. Эту конфету нам подарили в центре. Джиу ее уронила. Там внутри был этот Пикачу. Теперь мы пошли в спортивный зал из Сунщина. Смотрите, сколько здесь было людей. Смотря на это, сложно поверить, что Корея входит в число стран с самой низкой рождаемостью. На душу населения. До этого мы сидели в очереди. Вот теперь идем вовнутрь. Внизу детям можно было поучаствовать в разных видах деятельности. Сейчас Виктор делает мягкую игрушку из шариков. Нужно сначала надуть шар, завязать его, потом другой шарик обрезать вверх и положить в него уже надутый шарик. С виду можно подумать, что это мелочь, но детям нравится, и они радуются, участвуя в этом. Классно еще, что цвета шариков ребенок сам себе выбирает. Молодежь вживую там танцевала и участвовала в разных конкурсах. Здесь сотрудники делали подделку из шарика и дарили детям. Наименование подделки и цвет ребенок мог сам себе выбрать. Виктор попросил, чтобы ему сделали меч. Теперь Виктор делает чмук пап. Это рис, смешанный с кузузным маслом и кимом. Ким – это морские водоросли. Это хорошо, что учителя там внимательно объясняют и еще помогают все тщательно сделать ребенку. Другие родители своим детям помогали делать и делали вместе. А я Виктора спросила, он говорит, хочет делать сам. Поэтому я хоть и одела перчатки и не помогала. Сделав чмук пап, Виктор сразу его съел. Хороший получился перекус для ребенка. Еду, приготовленную своими руками, дети все-таки лучше кушают. Было очень много видов деятельности. Но чтобы поучаствовать с каждой, надо было отстоять длинную очередь. Зато все было бесплатно. День детей. В любом парке, в любом развлекательном центре очень много людей. И очереди по-любому везде очень большие. Даже где платно. Именно в этот день очень трудно найти место, где было бы меньше людей. Мои подруги с детьми тоже приезжали сюда, но не смогли зайти, потому что было очень много людей и надо было очень долго ждать. В этом году из-за дождя празднование День детей перенесли в закрытое помещение, в спортивный зал. А так каждый год это мероприятие проводилось в нашем городе на открытом воздухе у озера. Теперь Виктор делает печенье. Разукрашивал готовое печенье глазурью. Было много еще чего, но так как мы пришли поздно, многое уже закончилось, и мы не успели поучаствовать. Но и этого было достаточно. Виктору очень понравилось. Джу тоже с нами пошла, но так как вся деятельность была для детей постарше, Джу не смогла вместе участвовать. Но ничего страшного, Джу сначала уснула и крепко поспала, а потом играла снаружи на стадионе на травке. Хотя Джу постригла на лысо, все равно все говорят, что она очень красивая. Здесь отстояли большую очередь и взяли бесплатно попкорн. А вон там делали сладкую вату. Виктор захотел вату, поэтому вату мы тоже взяли. Это была игра, чья лягушка съест больше мячиков. Если ребенок выигрывает, подарок ему дарят тетрадь. Как вам такое празднование Дня Детей? Понравилось? Или из-за такой толпы народа вы бы не пошли? Как в вашей стране празднуют День Детей? Пишите в комментариях. Всем пока! Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал!